Андрей Конкин и его пес Фред стали лучшими среди кинологических расчетов Рязанской области. Только в этом году они участвовали в 14 поисково-спасательных операциях и нашли 9 пробавших людей. Во время трагедии на первом осеннем переулке, когда в доме номер 4 прогремел взрыв бытового газа, работали две кинологические команды. Собакам предстояло проверить завалы перед тем, как сотрудники МЧС смогут начать разбор девятого этажа. Никто не думал, что практически в эпицентре взрыва могут остаться живые. Один пес уже закончил поиск и никого не нашел. Но Фред упорно продолжал. В какой-то момент хозяин потерял его из вида. Собаки не было 5 минут. На течение 5 минут обыск такой территории должен уже привести к результату, либо собака должна вернуться. Но пса нигде не было. Андрей поднялся на 10 этаж, вновь спустился на 9, полностью обошел периметр и заглянул под каждый камень. Я не пойму, где он гавкать. По сторонам смотрю, а собаки-то не вижу. А темно, и блин, я влево-вправо-вперед, а все, а спереди вообще там пустота. Нет, ты смотрю, он хвост такой спит, тынь-тынь-тынь, и он там гавкает. А он гавкает в человека, на людей гавкает, а я его не слышу из-за того, что он там внутри гавкает. В то утро Фред нашел под завалами пожилую пару. Именно ради таких счастливых моментов Андрей и его пес каждый день тренируются, снова и снова отрабатывая команды и маневры. Они вместе уже 4 года и понимают друг друга без слов. Часто пес сам знает, куда и зачем его привезли. Когда он приезжает в лес, у него уже в голове выработан стереотип, то, что мы приехали в лес, значит надо работать. Также он приезжает на техногенный завал, и у него тоже в голове уже выработан стереотип. Мне приходится не гулять, ничего. Фред – немецкая овчарка. Он очень подвижный, ласковый и относится к игровому типу собак. За успешное выполнение заданий и послушания он получает не лакомство, а любимую игрушку. Сейчас ему 5 лет, но Фред резвится и бегает совсем как молодой щенок. Он мягкий такой, податливый, на все согласный. Но бывает то, что его можно передавить, и он может как бы обидеться. Он очень эмоциональный. У него бывает день хороший, а день такой, ну ладно. Андрей и Фред – настоящие профессионалы. За время совместной работы они полностью изучили привычки друг друга. Ведь именно от слаженности действий и высокого уровня взаимопонимания между напарниками может зависеть чья-то жизнь.